А хотите, я вас угощу, Аленушку? Угостите. Ну и тогда потихонечку идем, хоть увидите, что вы купили. Ну учите, Аленушка, полукультурка, а то будете ждать 500-граммовые. Нет, нет, я знаю, что она полукультурка, но она очень вкусная, яблоко. Пойдемте, пойдемте. Настоящая Аленушка. Да, и в этом году мы с мужем с Егимой говорим, елки-палки, опять нас обманули. Если не Аленушка, а какие-то там другие яблоки. Ну другие. Аленушка ярко-красная. А у вас? А у нас они нет. Да я Аленушку просто ела у людей. Сейчас все продают под этими брендами, которые я раскрутил. До меня знали абрикос царский, ну такой, средненький. Королевский не знал никто. Сейчас все королевскими торгуют. Бай в наших краях тоже никто не знал. Пока я не присвоил ему название бай Левицкого. Это наш выдающийся садовод. Черешня. Ой, там далеко идти. У меня еще черешня осталась на дереве. Вы поверите? Нет? А у вас есть прямо саженцев черешня? Нет, а вот саженцев нет. Я имею в виду плоды последние висят. Видели? Что это такое? Не узнаете ни в жизни. Это орех? Да. Где-то называется лесной орех, где-то фундук. А я его называю лещина. Мелкий, но их достаточно много. И получается очень вкусный. Так, ну вот смотрите, мы приближаемся. Приближаемся. Кстати, знакомьтесь, лоба. Вот такое у вас должно быть, если она заплодоносила. Нет, не заплодоносила, она попала. Вот это, а моя почему-то не пропала. Вот это и слоба. Вот. Ну, зубы обломаете. Они так же, как вот эта груша. Она еще несъедобна. Ну, с ножиком. А с ножиком можно. Старый охотник вижу. Так, ну ладно, мы пришли. Мелба-то хоть знакома с ней, нет? Вот именно, что это она вроде мельбы, но только без прожилок, как я поняла, да? Где без прожилок? С прожилками тоже. Так здрасте, обижайте. Идите-ка сюда. Вы кого обижаете? Я, правда, к ее происхождению отношения не имею. Вот, разрезайте, нате. Держите. Вот это вот у нас... Она уже отошла, но вам повезло. Надо резать не так поперек. Ну, она маленечко. Попробуйте. Обалденно. Обалденно? Ладно. Мы купили Аленушку и взяли еще это. А это что за яблоки? Где? Опорт. Опорт? Это вот, который мы понабрали? 600-граммовый? Это, наверное, 600. Ну, 600. Слушай, ну ты... Это, Андрей, старый волк. Нет, Андрей, да при чем тут эти полосочки? Это розмарин. Нет, это розмарин? Да. А яблоко чего? Понеси поближе, пусть люди это. Вот это розмарин? Это розмарин? Да, оставим уже для рекламы. Ну, гости, они не любят мимо проходить. Они обязательно это. Это розмарин? Да, держите. Ну, на такую, знаешь... Я сейчас кинем обратно под дерево, оставим для рекламы. Слушай. Потрогай, как она готовит. Ну, вы представляете, какой... А вы знаете, что она входит в мою тройку самых сладких? Так, а вот я созвонилась, когда станет. Что сказала? Она мне навеснула сильно, его прямо рекомендовала. Ну, я вас поздравляю, она должна была сказать, что они давно кончились. Андрей, положи под дерево. Нету их на левую? Должна была сказать. Должна была сказать. Ну, понимаете, вы не поняли моего юмора. Мы не поняли моего юмора. Это такое чудо, что их не должно быть... То есть, они должны быть вот тут очередь. Когда-то я продавал, машины стояли отсюда, до центральной улицы в очередь ждали. Понимаете, сейчас уже ладно, вы три дня одна машина. А было-то 5-10 машин стоит, ждет, когда я их отоварю. Тогда был бы розмарин, как вы думаете? Жидал бы вас. Это прям точно этот розмарин, который я тоже... Ну, что особенно, вот розмарин, сало, как сало, что... Идите Аленочку пробовать. Так, посмотрите мне большой розмарин. Это вы мне так весной предлагали. И скажи, Таня, 10% комиссионная... И ее папе, понял? Иди сюда. Вот, наконец-то мы дошли до Аленушки. В этом году мелкая... А это у нас что, мельба была? Мельба. Ред мельба, да. Ну что, пробуйте. Давайте, давайте. Там зырё, да, машина? Да, только, конечно... Она уже спела, да? Она где-то на грани поспевания. Так что вам понравится. Не-не, ну куда такой плохой берете? Она плохая? Нет, показалась мне. Мне показалась. Она другое, да? Она зелёная? Да. Или нет? Дайте что. Возьмите то, которое бросили, ну-ка. Да? Да. Ну, почему она зелёная? Нет, возьмите то, режьте. Она сладкая? Да. Режьте. По-одному никогда нельзя пробовать. Отрешенная. Понабрали все. Это считается самая выдающаяся полукультурка. Почему? Её можно до полярного круга двигать. Вот чем хороша. У неё сочетание... Она не считается федевром вкус. Ну, кушать-то можно или нельзя? Она... Она прям вкусная. Это год такой, было сильно много жары, а солнце добавило ей сахар, потому что другой год она не очень, то есть очень, не так, просто вкусная. А в этом году она вкуснее обычая из-за того, что солнце было и жара. Она сахара набрала. Нет. Ну, у неё размер она такой стандартный? Нет, она такая же. Для неё это стандартный. Но в отдельные годы, вот в этом году она бывала до двух раз крупнее, только, а здесь ни разу не полито за лето, а ведь засуха была дичайшая. Самое засушивое лето за 40 лет. Вот поэтому они чуть-чуть меньше, чем они должны быть. Или на том плане, вон, за ней, лоба. У него такие были, смотрите, в прошлом году, вот такие вот. Ну, они, да, они крупнее идут, лоба. А в этом году тоже мелкие. Ему влаги не хватило. Скажите, пожалуйста, ещё, вот от чего может пропасть дерево, которое, нету выражений, ну, вот этого рака чёрного, там, ни детства оттемнений нету, потому что дерево погибло. Я в чём говорю одно и то же. Чёрный рак – это гриб абсолютно безопасный, абсолютно безвредный. Дерево начинает погибать, на нём появляются мёртвые ткани, и вот тут этот страшное название, безобидный гриб, на него садится и жрёт это его роль. Если бы они не жали бы, давно бы уже в жизни земля бы прекратилась. А это, это сварок. Вот. Вы затронули мою любимую тему. Я имею в виду чёрный рак совершенно ни при чём. А вы знаете, я вам покажу дерево, яблони, да, я там вас видал, вот похоже такая же болячка. Вот, вот Вадим Владимирович. Нет, болячки, они практически, вы до меня дослушайте. Когда выйдем? Смотрите. Дело в том... Сварок он осенний, да? А, сварок? Да, он ещё долго висеть будет. А вот сварок это тоже до полярного круга, он с ним разостойт. А нам так же не надо обрезать, чтобы вот так вот всё было? А, нет, это специальная обрезка на это, для того, чтобы я мог чернки резать. Лидийский, понятно. Да. Я наснимал все эти яблони, да, значит, пришла беда, откуда не ждали. Вместе с саженцами южными завезли болезнь бактериальная. Она не лечится. Это внутреннее состояние организма, это бактериальная. Ну, я его по инерции, а потом вот у меня пошло название. Не чёрный рак, а бактериальный рак. А вот это тоже лейбок? А? Нет, это опор кровокрасный. Ну, мы его тоже сделаем. Показать его. Вот он, красавица. И получается так. Здесь все деревья, все деревья подвержены страшной опасности. Смотрите. Вот видите, краска синяя. Вот. Значит, я беру сиренки на прививку, иначе бы вы ко мне не приехали за саженцем. Вот отсюда срезаются сиренки. И на дикие подвои, на сибирки. И вы сейчас покупали прекрасные саженцы. Ещё и нахваливали то, что раньше брали. Так? Но при этом часто бывает, отсюда начинается страшная вещь. Вот она, рана. И отсюда пошла вниз. Засуха. Не засуха, просто омертвление идёт. Бывает, у меня, ну, обычно вот так, следующей весной, мы увидим, что эта ветка может быть уже мёртвая. Но к раку не имеет отношения. Я калечу дерево. Я калечу. У нас получается, дерево одно пропало. За счёт того, помнишь, ветка сломалась, от чего-то она сломалась. Вот, и пошло. И потом пошло, как вот вы говорите, отмирание по всей, по всей, по всей, по всей. Вот, а так как мы с вами серьёзные люди, и готовлю я благодаря вашему вопросу, вот этому, про чёрный рак, да, а ответ, он звучит так. Когда пришла бактериальный, ну, пусть будет рак, бактериальный рак, не чёрный рак, не гриб, когда это случилось, в первую очередь погибли тысячи бесконечностей, вот они, у нас же всё видно же, все дачи за хлипкими заборами, вот, тысячи, тысячи, тысячи мёртвых деревьев, а я-то, единственное, все, которые, в страде, которые это всё видят, и делают выводы, все деревья, известные людьми, искусственные раны, вот такие вот. Но это вынуждено, это ради пропитания, ради питомника, вот это вот. Вот все эти деревья погибли сразу, которые имели раны, искусственные. Там, где, допустим, морзобойны, и к ним не подходишь, и не пытаешься лечить, эти терпели, и сейчас ещё. Вот у моего соседа, все соседи обрезку делали, у всех погибли, всё, всё. И только вот один сосед, вот туда, посмотрите, вот за этим забором, да, там несколько старых, сорокалетних яблонь, потому что он не знает, что такое обрезка. Ему повезло, его никто не научил деревья уничтожать. Ну всё, друзья, я выключаю камеру. Ага. А, нет, ещё три минуты можно говорить. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, у нас вот дерево, которое в этом году как вот засохло, но мы не считаем, что это раг вот этот, на него место можно посадить вашу сажу? Вот я бы вам показывал, как, интересно, если яблоня была, спилили заподлицо землёй, выкорчевывать ничего не надо, и не ближе метра садите косточку культуру, сливу, вишню, абрикос, если это был яблонь. И наоборот, погиб абрикос, садите семечку культуру, и прекрасно растёт. Но после абрикоса старого дерева абрикоса расти не будет, после яблони старой. Так вот я хочу яблоню старую убрать, а туда грушу посадить? И косточковую нет. А кого посадить? А яблоня, груша, это родня. Всё понятно, абрикос туда? Только вот туда абрикос. Раз уж другого места нет, лучше вообще туда не садить, ну что поделать. Мы же ограничены. Мы хотим время не терять. В Сибири места нет. Мы хотим время не терять. Правильно. Ну кажется, вы его не потеряли, если вы весной купили два саженца абрикоса и уже плоды ели. Да. Иначе не потеряли. Иначе не потеряли. Ну что, я больше не буду вам мешать. Давайте я вам пожму ваши руки. Спасибо вам. А вам поцелую. Спасибо вам. До свидания, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok